здравствуйте эта программа открытый диалог продолжается новогодние праздники но даже в новогодние праздники особенно до нового года и даже после нового года продолжать свою работу депутаты и они находят время для того чтобы прийти сюда не только поздравить вас новым годом и с рождеством но и немножко поговорить о тех приятных моментах которые касаются вот выполнения наказа в избирателей появление каких-то новых приятных сразу же скажу строительных объектов ну и конечно же когда речь идет о детях это особенно приятно тем более что у нас в гостях еще и мама двух детей о чем она не перестает говорить у нас в студии оксана витальевна карамена депутат совета депутатов городского круга люберца здравствуйте здравствуйте николай давайте сразу с детей начнем потому что новый год как вы поздравляете своих детей с новым годом традиционно пишем письмо деду морозу все вместе все вместе да моя дочь который 20 лет до сих пор мой сын которым один год пишет письмо деду морозу так и что попросили в этом году это же декабре вы начинаете писать письмо то или даже в ноябре вы знаете как то вот письма начинают писать сентября сентября уже хочется да скорее почему-то все это озвучивается озвучивается родители и потом дед мороз как-то мучительно ищет время чтобы выполнить эту до нагрузку дополнительную вот персональный дед мороз ну мы поговорим сегодня конечно же а и новогодних каких-то вещах но был двадцать третий год вот мы вернемся еще к теме персональных детей потому что разница все сразу же услышали что 21 19 лет целая человеческая уже но уже сознательно у кого-то идет а вы решили рискнули но это мы оставим на закуску пусть так сохраним такую тем более год семьи как раз мы можем об этом поговорить оксана тайна но все-таки начнем с того что вы же у нас являетесь куратором строительства образовательного комплекса ну как минимум там на полторы тысячи это школа до полторы тысячи мест а мы понимаем что люберцы городской округ люберцы это такой ну очень масштабно растущий в плане населения регион куда как будут приходил у нас глава и депутаты администрают представители администрации мы все время говорим что приезжает приезжает приезжают кто-то приезжает ну что жить и работать в москве кто-то приезжает жить и работать в люберцах вот какова необходимость таких вот больших крупных комплексов и я так понимаю что это не простой комплекс а какой-то такой системный уже рассказывать да у нас и городском округе люберцы ведется застройка жк 1 лермонтовский и жк облака 20 соответственно такой новый микрорайон правильно вы сказали у нас как бы будут новые жители городского округа люберцы и конечно же для них нужны объекты образования и в центре школа на полторы тысячи мест и 2 детских сады в этом году мы планируем запустить школу 1 сентября будет а уже 1 1 сентября будет открытие да и детский сад готовность свыше 90 процентов ну и шансы до детский сад на семь групп школу на полторы тысячи школа которая по последнему слову по последнему слову техники оснащена четыре спортивных зала два спортивных зала зала хореографии и тренажерный зал соответственно и зошь здорово жизни будет здорово из причин до стадион большой актовый зал столовая а вот кто ну и лишь какой-то проект я так понимаю тут этот проект разработал кто-то его защитил а вы являетесь как депутат отслеживает а я куратор строительства контролирую чтобы для наших деток были соблюдены все нормы но и в этом плане ваше материнское сердце что называет вам подсказывает чего не хватает чего нужно бы поменять и наверное вы там а вы можете как-то посодействовать что вот вы считаете что здесь конечно все идут на диалог мы общаемся разговариваем пишем письма для устранения каких-то недочетов если мы считаем что они есть а эта компания которую как бы нанимают люберцы да для того чтобы построить этот инвест-контракт комплекс вот и как долго идет это строительство это такой выстраданный комплекс или довольно быстро все помимо вы знаете все по плану идет и я наши времена по разному в течение года занимаясь этим вопросом все по плану все как бы расписано и еще раз повторюсь 1 сентября школа откроет свои двери для новых люберчан я так понимаю что вы туда ездите с какими-то контрольными скажем так про мероприятие да и вы строили со стороны строителей то есть на вы являетесь как бы представителем депутатского корпуса который следит это так я понимаю в планах вы знаете я сама в системе образования уже довольно таки давно свыше 20 лет и скорее всего строители руководители строительства иногда задают мне определенные вопросы на которые я зачастую отвечу как бы с точки зрения жизни как это вот нужно как это нужно как это правильно потому что чертежи чертежами проекта реальная жизнь реальная жизнь хорошо но и я так понимаю что ведь опять же такой немаловажный вопрос от того как будут устроены дети от того как будут устроены садик то садик тем более будет 2 как вы сказали пока мы один до открываем в этом году в этом году 1 и 2 также мы ведем строительство откроем следующем году это говорит о том что в эту школу уже может кто-то записываться да если 1 сентября она открывается но к этой шку в эту школу еще нужен преподавательский состав учителя кто их будет искать а в работа в этом направлении ведется активно мы занимаемся подбором кадров и собственно говоря уже процентов 80 персонал набран люди ждут открытия то есть диалог в этом направлении также ведется то есть такая какая как бы уже гарантируем и работа системная работа строительство кадры дети юрлицо лицензии аккредитация то есть определенная дорожная карта все прозрачно вот вы хрупкая женщина с таким богатым опытом я напомню что целый директ вы же были директором белоснежки до 10 лет 10 лет директором целого как это правильно называют образовательного комплекса образовательный комплекс было 1300 детей 4 корпуса и за каждого ребенка тройная ответственность и за папу и за маму еще из-за того парня что называется вот и что вы чувствуете когда вы тут же как бы должно быть совмещено 2 как бы человек это что называется сердце материнской которая подсказывает и вот такой руководитель потому что где тоже нужно наверное кулачком или кулаком да или как-то более-менее удается договариваться то есть как коммуникать коммуникативная работа идет вы знаете самое главное создать команду команд если есть команда единомышленников команда профессионалов с которым я работаю естественно до каждого ребенка до каждого родителя можно достучаться если все это делается сообща и педагогический коллектив понимает как он хочет можно сказать что он хочет в каком направлении мы идем какие задачи мы себе ставим что мы хотим получить какой продукт если есть общее понимание то цель будет достигнута а вот опять же отталкиваясь от вашего опыта общение с родителями но только в кино кажется иногда что так все бывают сложности но как бы легко а в жизни гора гораздо сложнее это же надо каждому подход потому что каждый родитель он все-таки печется за своего ребенка а вы должны оберегать всех детей при этом услышать всех родителей с разными характерами то есть психологический портрет сегодняшнего работника образования это наверное очень крепкий человек с нервами знаете очень хочется чтобы работник образования которые непосредственно работать с детьми меньше касался работы с родителями приходится приходится да но в основном в дошкольном образовании до в дошкольном отделении в детском саду работа с родителями вот именно о таких острых момент моментах о которых вы сейчас говорите ложится на плечи административного персонала и мы зачастую стараемся оградить воспитателей от каких-то проблемных моментов ну да это можно правильно ему работать с детьми целый день и поэтому если он будет какой-то негатив со стороны родителей принимать на себе на себя ему работать с детьми этого делать не стоит поэтому конечно же но знаете а что в этом плохого родитель пришел то он сказал нам каких-то наших недостатках которых мы не видим и мы возможно приняли его точку зрения поняли и оградили себя от каких-то ненужных последствий в дальнейшем родители они тоже иногда нам открывают глаза но иногда портят нервы вы знаете я могу сказать наверное нет потому что родители он когда приводит ребенка в детский сад до провожает ребенка в школу он очень хочет уйти на свою работу и быть там спокойным за своего ребенка согласитесь по крайней мере до вечера да по крайней мере до вечера и когда родитель спокоен спокойно мы спокойно ребенок и образовательный процесс идет и душном русле да поэтому педагоги они не хочется говорить слова обязаны но они должны создавать в разговоре с родителем такую нотку чтобы родители ушел сказал да мой ребенок да в нужных руках а по поводу руководства на самом деле команда важно и когда создается новое учреждение возможно до первые три года скорее всего родители пристально следят за нами а потом они нам начинают доверять складываются какие-то определенные традиции родители приводят вторых третьих детей но это сейчас прекрасный показатель до общение между родителями когда одна мама говорит вы знаете не переживайте это воспитатель замечательный все будет хорошо также в школе учитель начальных классов выпустил своих детей в пятый класс набрать первоклассе и родители спокойно потому что они уже пообщались они уже все выяснили они у нас молодцы родители но тут еще один такой вопрос возникает может быть он в отчасти в вашей компетенции отчасти может быть и нет такой как бы для обсуждения но одно дело построить школу хорошую проверенную со всеми правильными кабинетами с удобным скажем так оформлением оборудованием ну то есть это можно сегодня сделать при правильном подходе то чем я так понимаю вы тоже занимаетесь не просто какую-то школу соорудили в которой невозможно будет нормально ребенку существовать которые плановую да вот но есть еще такой вопрос это тот самый контингент преподавателей да они у вас уже есть 80 процентов но москва же все время переманивает москва все время говорит то есть если учитель или значит работник детского сада начинает хорошо работать вот начинает ну то есть есть у него такое желание получить больше денег это же вы хотите сказать что московская область как было так и остается кузнецей кадров москвы ну как что вы с этим делаете да как вы с этим вы знаете есть простая математика процент оттока педагога как процент оттока кадров в каждого руководителя он свой в каждом учреждении он свой но по городскому округу люберцы городскому округу люберцы я не могу сказать какое-то только кадров в москву а за себя могу сказать что он минимальный и люди для которых создаешь определенные условия условиях повышения квалификации условия для аттестации условия для работы для отдыха тоже полезно знаете для отдыха государства достаточные условия создают для работников образования отпуск почти два месяца у некоторых и два то есть отдыхаете они мне кажется тоже много да знаете немного но но можно да хорошо пусть будет согласились поэтому отток кадров он конечно же есть но я считаю что человек если ему некомфортно в этой организации лучше пусть он уйдет и найдет себе новый путь а на его место идет новый человек который будет работать хорошо сейчас сделаем небольшую паузу напомню что у нас гостях оксана витальевна кармина а депутация это депутатов городского округа люберцы поговорили мы о вот этом большом строительстве я так понимаю в этом году у вас с одной стороны камень как же называется с плечи пойдет все сдали сделать а с другой стороны еще какое-то время после открытия тоже будет такое наверное но состояние как там дела все ли хорошо но в любом случае конечно же полторы тысячи напомню мест школы на полторы тысячи это серьезно для такого важного региона московской области к городской округ люберцы делаем небольшую паузу и возвращаемся в студию новогоднюю студию открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и новогодние праздники продолжаются несмотря на это депутаты тоже к нам приходят и в студии у нас оксана витальевна кармина депутат сайта депутатов городского округа люберцы поговорили мы о ее персональном кураторстве строительства образовательного комплекса на полторы тысячи мест эта школа и два детских сада и школа должна открыться уже в этом наступившим 2024 году кстати а как депутаты отмечают новый год я имею ввиду дома у вас есть какая-то традиция семейная мы отмечаем новый год в семье со своей семьей после того как деда мороза написали дед мороз пришел они дружно под елкой нашли подарки раскрыли их порадовали радовались все нашли то что хотели все нашли то что хотели это что не хотели такой праздничный стол а потом значит на следующий день можно и на каток сходить к нам сюда до кататься или просто погулять прогуляться где-то по свежему воздуху если погода позволит конечно ну вот хочу сейчас оттолкнуться сначала от вашей персональной судьбы и плавно перейдем уже ну мы никуда не можем деться к депутатской работе шесть наказа избирателей как у вас с ними контакт происходит я обещал в первой части все-таки два ребенка это вы услышали президента или поняли что год семьи будет здорово если как раз году семьи у нас появится либо хотя тогда еще не было известно о том что будет год семьи был год педагога и доставника вот смелость женщины депутата или это все просто одним словом называется любовь 19 лет разница знаете наверное в совокупности все в жизни когда ребенок дочь полина на третьем курсе дома и и постоянно нет она учится как то что ты сейчас жизнь такая стала немножко опустела ежедневные прогулки с собакой привели к тому что нужно чтобы в семье появился малыш увеличивать штат конечно муж всегда хотел сына это логично да каждый мужчина хочет сына и вот когда на втором узи ему сказали что будет мальчик вы знаете он как-то взбодрился и да и вторая жизнь наступила у нас сейчас сколько мальчик уже полтора года 29 вы переживаете как раньше говорили там первая вторая молодость вас 2 2 до 3 сначала сами потом рождение девочки теперь рождение сына то есть вы вечно молодые получается да и когда я начинаю анализировать горы сергей как мы воспитывали полину мы понимаем что мы ее наверное не воспитывали она как-то вот сама росла вместе с нами то есть мы росли у нас мы нашли работу да там по карьерной лестнице как-то поднимались и вот ребенок был с нами то теперь мы принимаем участие воспитание сына да ну и как каким вы видите его будущее я хочу чтобы он стал хорошим человеком это главное да когда начинает говорить вот он будет там и радует он будет там работать мне кажется настолько это все неважно самое главное семья работы она всегда будет если ты хороший человек то ты будешь хорошим руководителем хорошим отцом хорошим братом найдешь себя вот возникает вопрос объявленный год семьи и тут такой плавный мостик к семьям наших избирателей ведь люди когда идут депутату когда но есть какие-то трудности бывают люди одинокие до пенсионеры или люди зрелого возраста бывают семьи не очень ну как-то удачно сложившиеся тем не менее как вы считаете вот этот семейный вопрос он может объединить людей или вы сталкивались когда вот наоборот людей нужно по разным уголкам развести тогда проблема решится потому что одно дело когда депутат мужчина но все-таки это как-то понятно что вы тоже решаете вопросы там и значит жилищные коммунальные прям представляю за устройство благоустройство и лавки я не знаю там асфальт слагбаум все на свете то о чем мы всегда говорим с депутатами но наверное женщине депутату все равно приходят и говорят так вот как женщина меня поймите бывать такие истории вы знаете я депутат 4 округа но могу сказать что звонят как вот вы сказать правильно женщины со всего городского округа любятся потому что есть такие узкие проблемы которые они не хотели бы рассказывать мужчине до либо наоборот они звонят таксан виталина вас давно знаем вот расскажите вот подскажите на самом деле депутат он не может решить ряд вопросов положительно согласитесь мухам есть такие вопросы которые юридически нельзя решить но он может разъяснить он может открыть глаза направить избирателю направить избиратель успокоится житель предположим в августе была такая ситуация приехала семья из наших новых регионов и ребенку завтра нужно идти в школу то что делать мы не знаем как встать на очередь мы не знаем куда пойти перед нами закрыты все двери соседка я сказал что есть такая оксана витальевна не позвонила я пришла к ним в квартиру потому что была аховой ситуации и мы решили все вопросы положительно в квартире непосредственно сделали несколько звонков родительница на следующий день посетил управление образованием и все прекрасно ребенок посещает школу то есть такие моменты когда для того чтобы получить положительный результат нужно пройти много ступеней а депутат это может сделать соответственно несколькими телефонными звонками вы же еще к тому же опытный депутат вы уже в хорошем смысле слова со сроком их какие 14 года 14 года то есть у вас в этом году десятилетний юбилей и за это время не думала да вот ведь есть повод отметить я думаю что избиратели отметят потому что раз они вас избирают уж невозможно да без доверия к человеку до избирать депутатом тем более еще раз отмечу что эта депутация это депутата это когда нет ты не можешь тянет денег государственных так что деньги на другом депутатском уровне то есть зачастую вот вы вынуждены как врач до приходить прямо квартиру решать вопросы постоянно на на телефонных звонках как мы выяснили это удобно вы знаете мне очень удобно когда мой сотовый телефон в сетях потому что житель позвонил решить вопрос иногда можно быстро нежели человек придет на прием потратить свое время мое время и мы тот же самый вопрос решим определенно и ну понятно ну хорошо какими стуки еще вопросами приходят к вам избиратель какой самый популярный был вот в ушедшем году были к вы знаете все таки я представители образования все что с жители жители ты знает жители привыкли конечно же даже многие депутаты мужчины как вы сказали когда из вас когда им звонят по поводу образования не говорят переключаем на кроме ну скорее всего вопросы связанные с детскими садами со школами здравоохранения но я не хочу сказать что это узкая тема потому что в каждой семье есть ребенок и каждый родитель переживает своего дитя ну а вот этот вообще вопрос потому что у нас здесь естественно мы часто обсуждаем вопрос образования начиная от школы подготовки учителей заканчивая спортивными учреждениями ты да где ребенок правой тоже какую-то часть своей жизни вот в целом есть так серьезно да по депутатски с таким 10 летним стажем насколько изменилась ситуация с 14 года именно в плане образования в городском округе люберцы так если по-честному знаете во первых у нас в городском округе люберцы подчеркну очень много новых объектов здравообразования здравоохранения тоже кстати не зря не зря и договорка по праву когда школы детские сады причем действительных много в каждом районе тамилина октябрьская программа специально же не случайно появляются у нас вводятся новые объекты жилищные и соответственно когда вводится какой-то новый район как бы должен быть соблюден инвест-контракт и объекты здравоохранения образование должны также от застройщиков быть построены введены эксплуатацию поэтому когда приезжают новые жители как начали программы сказали благодаря тому что идет строительство у нас появляются новые объекты и конечно же дети независимо от того приобрел он квартиру либо живет старом фонде он имеет право посещать то образовательное учреждение которое ну и вот вы сами да случайно проговорились на медицинскую тему опять же женское лицо депутат женщина это увеличивает до некую такую лиричка лирично романтическую составляющую конечно опять же все что связано с помощью с детьми и с помощью людям взрослым у которых какие-то проблемы насколько часто приходят с вами именно вот с медицинскими вопросами как вы их разруливаете как депутат вы знаете медицинскими вопросами наверное реже обращаются потому что у нас и поликлиническое отделение и татьяна николаевна мельник все в доступе все идут как бы на связь пытаясь вспомнить когда ко мне обращаются вот недавно буквально женщина не могла записаться на кт компьютерную томографию собственно говоря также и все разъяснили то есть это от незнания хорошо ну вот депутаты когда уходит на новогодние праздники понятно что все равно может что-то происходить вы все равно на связи если что верно я понимаю вот а потом наступает вот время проходит час вот мы встретим рождество после рождества плавно но все-таки наступит уже рабочие будни потому что в этом году у нас сам переход в новый год начался у нас понедельника кстати до 2024 что в планах стоит вот зимний период ведь еще у нас впереди ну часть января потом февраль это особые месяцы для депутата или уже ждем весну знаете учитывая какое обильное количество снега выпадает мы ждем весну да и там уже по-другому вся жизнь строится да хорошо ну и самое последнее бюджет депутатский принимается бюджет это как раз то что касается и сайта депутатов городского круга люберцы вам приходится как-то бороться за него или все-таки какие-то идут переговоры между коллегами кому ну например кому-то надо школу построить а кому-то может быть надо что-то другое постой спортивный куда мы в прошлом году до двадцать третьем приняли главный документ бюджет городского округа люберцы такой знаете некоторые нет некий вектор развития если хотите некий фундамент когда кстати у нас бюджет социально ориентирован то есть опять же школа детские сады образование здравоохранения да по поводу дебатов каких-либо знаете депутаты настроены положительно для того чтобы бюджет был социально ориентирован и конечно же не один и не два и не три раза собиралась комиссия были публичные слушания были вопросы жителей вопросы касались по поводу сейчас вы заметили да у нас очень развито благоустройство парков до малаховское озеро лесная пушка не буду повторяться все все это мы все знаем и конечно жители интересовал вопрос вот когда же когда же когда же вы завершите и в каждом вот этом этапе есть периоды да ну да трехлетний там двух летний и вот каждый этот момент прописан в бюджете если объекты образования как бы строится за счет денег которые заложено в бюджете также это все прописывается то есть каждое предложение каждый листочек до каждой запятой все выверено все все проговорено да с финансистами и все идет на улучшение жизни для жителей городского округа любятся вы понимаете бюджет это живой документ бюджет меняется то есть в него вносится изменения но бюджет это прогноз но скажем так благоприятной жизни если все будет выполнено по идее должно стать лучше потому что бывали такие истории мы это знаем когда это был недобросовестный застройщик потом его приходится менять да и доделать другим не будем сейчас вспоминать какие проекты и объекты а лучше завершим нашу программу лава и я да хотел бы поздравить жителей да давай я же хочу говорить завершим программу на такой позитивной волне вот у нас есть камера как депутат пожалуйста и просто как человек обращайтесь дорогие жители городского округа люберцы гости позвольте вас поздравить с наступившим 20 2024 годом и с наступающим рождеством пожелать вам добра тепла благополучия чтобы вас каждый день радовал и давайте жить сегодняшним днем и надеяться на лучшее с праздником с новым годом оксана витальевна кримина депутация это депутатов городского округа люберцы ждем открытия школы но и желаем вам хорошей работы и чтобы сынишка подрастал все-таки время бежит быстро ну а это была программа открытый диалог новогодние праздники продолжаются вместе с телеканалом лрт всего доброго до свидания